Кажется, что вы, например, некую работу, ну, например, создание какого-нибудь документа, вам на него нужно 5 дней, допустим. Но вы же не знаете, что будет в эти 5 дней. И в эти 5 дней что-нибудь случается. Вот в чем смысл ошибки планирования. Нам кажется, что мы знаем, как будущее будет. А мы не знаем. И вот это все мы не можем предусмотреть. Поэтому правильно что делать? Нужно делать с запасом. То есть я вообще предлагаю, если у вас, например, есть 5 дней, на создание какой-нибудь работы, вы можете себе сказать, что вы должны 75% сделать в первые 2,5 дня. И если вы такой себе как бы ставите, как бы этот, то вы очень хорошо пройдете и на пятый день будете спокойны. И своевременный отчет красиво выходит. Документ, работа, монтаж, слезы и любовь. Если вы хотите научиться быстро включаться в работу, то создайте для себя ритуалы, как вы к этому моменту включения в работу подходите. Дело в том, что нашему мозгу в любом случае нужно подготовиться к тому, чтобы включить какие-то наши интеллектуальные ресурсы. И если у вас есть ритуалы, которые позволяют вам настроить свой мозг на рабочую волну, то есть вы уже начинаете так про это думать, вы начинаете вспоминать, вы начинаете соответствующие звонки делать и так далее, то вполне возможно у вас сама работа начнется раньше, чем вы захотите себя направить и смотивировать. Мы вообще живем во времени, когда мультидисциплинарность это уже must-have. То есть, условно говоря, вы не можете быть специалистом в какой-то одной области и считать, что в общем все в порядке. На самом деле сейчас происходит такой максимальный перекрест самых разных областей знаний, разных наук, разных опытов, разных стратегий маркетинговых, продуктовых и так далее. Поэтому нужно стремиться максимально к тому, чтобы собирать на основе своего базового знания дополнительные компетенции, которые вполне возможно до сих пор не являлись вашими, и вы так про это не думали. Учитесь, получите удовольствие от того, что вам открываются новые сферы жизни. Вы действительно будете чувствовать себя более уверенными и более счастливыми людьми в результате. Мне часто приходится слышать про синдром самозванца, и об этом, как правило, говорят люди, достаточно успешные, популярные. И дальше они говорят, что вот как-то они себя, может быть, чувствуют, что завтра очнутся, проснутся, и выяснится, что король-то голый. Ну, на самом деле, тревога, что ты можешь с чем-то не справиться, естественно, и для людей, которые достигают уже успеха и справляются со своими задачами. Но, с другой стороны, в этом есть немножко лукавство, потому что таким образом человек приближает себя ко всем остальным и говорит, я такой же, как вы, и не судите меня строго. Может быть и правда, не надо их строго судить, и не будет никаких самозванцев. Что делать, если успех и достижение утратили для тебя смысл? Это мне такой вопрос задают. Ну, что я могу сказать? Поймите, что вы имеете дело просто с фазой. Значит, у нас есть несколько фаз в жизни, они есть такие большие, там, условно говоря, 23-24 года, 33-34, 44-45, в которых у нас всегда есть ощущение, что мы утратили смысл, вообще цели, вообще все пропало. Но потом все восстанавливается. Поэтому это может быть такая фаза, а может быть и маленькая фаза, потому что вы сейчас получили какой-то набор негативных подкреплений на свою деятельность, и после этого у вас вот такое падение эмоциональное. Боритесь с этим, все пройдет.